Пожалуйста, посмотрите, если вы можете найти дерево, что-то, 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 что-то. Мы упустили какое-нибудь крутое решение из зомби-фильма? Напомните нам в комментах. Номер 10. Использование зомби для поддержки экономики. Зомби по имени Шон. После того, как британская армия ликвидирует вспышку зомби, в стране остается избыток бродячих тварей. Вместо того, чтобы избавиться от них, правительство решает использовать оставшихся членов Орды на благо экономики. Группа зомби устраивается на работу синими воротничками. Другая группа стонущих существ снимается в реалити-шоу. Главный герой Шон даже играет в видеоигры со своим зомбированным бывшим соседом по комнате. Поскольку тварям не нужны деньги, многие владельцы бизнеса, нанимая эту ораву, экономят целое состояние. Все должно пройти без сучка и задоринки, если только зомби не соберутся вместе и не объединятся в профсоюз. Герои этого фильма о зомби большую часть времени проводят в безопасности, спрятавшись от голодной Орды в торговом центре. Прежде чем они решают добраться до лодки, стоящей в доках, они тратят некоторое время на укрепление двух автобусов. Делают их практически неразрушимыми, добавляя сталь, колючую проволоку и большие тараны на переднюю часть. Затем загружают внутрь хороший боезапас и несколько взрывоопасных баллонов с пропаном. Автобусы способны выдержать множество ударов, прорезая путь сквозь Орду. Честно говоря, выжившим лучше было бы оставаться в своих навороченных автобусах, а не плыть на лодке в неизвестность. Ну, просто к слову. Номер восемь. Подготовка знака SOS. Двадцать восемь дней спустя. Выжить в адском мире двадцать восемь дней спустя – задача почти невыполнимая. Однако Джиму, Селени и Ханни удалось справиться с зараженными яростью людьми, коррумпированными солдатами и суровой стихией, чтобы найти безопасное убежище. Когда Ханна слышит приближающийся к их коттеджу самолет, группа приступает к реализации плана спасения. Они быстро разворачивают огромный знак SOS, сделанный из занавесок, на котором написано слово «Привет». Это уже было довольно умно с их стороны – иметь заранее подготовленное сообщение. Судя по тому, как эффектно они его разложили, можно предположить, что потратили они на это немало времени. Будем надеяться, что пилот заметил привет и позже заскочил за ними. Ты думаешь, что он такой? Номер семь. Запереть зараженных внутри многоквартирного дома. Репортаж. Некоторые умные решения обходятся слишком дорого. Главные герои фильма «Репортаж» 2007 года должны были усвоить этот урок самым ужасным образом. После того, как пожарные получают звонок о том, что кто-то застрял в многоквартирном доме, они пытаются оказать помощь. К несчастью, женщина, которую спасают, заражена вирусом, похожим на бешенство, и нападает на них. Когда герои пытаются покинуть здание, они узнают, что чиновники заперли их внутри. Это жестокое решение позволяет сдержать вирус в одном месте. Что ж, мудрое решение. Оно помогает предотвратить потенциальную вспышку заболевания. Но люди, оставшиеся в жилом доме, оказываются в ловушке с монстрами, от которых не могут спастись. Номер 6. Создание зомби-камуфляжа для Джули. Тепло наших тел. Несмотря на то, что Эр – зомби, его сердце, похоже, по-прежнему работает исправно. Когда он впервые увидел Джули, то на время даже перестал пытаться есть людей, чтобы полюбоваться красоткой. А после того, как он перекусил мозгами парня Джули, он решает защитить ее от остальной оравы. Он обмазывает ее лицо своей кровью, чтобы скрыть человеческий запах. Это позволяет Джули замаскироваться среди зомби, пока Эр не отведет ее в безопасное место. Это довольно впечатляющая мысль для существа, чей мозг технически не должен работать. Камуфляжный план Эр не только спасает жизнь Джули, но и доказывает, что зомби могут проявлять человечность. Ой, ми-ми-ми. Номер пять. Создание правил для зомби-апокалипсиса. Франшиза «Зомби-Лэнд». Один из лучших гагов в этой комедийно-хоррор-франшизе – плавно растущий список правил выживания. Осторожный Коламбус создает свод правил и строго следует им, чтобы обезопасить себя в этом опасном мире. Он советует выжившим проверять, безопасны ли туалеты, всегда пристегивается ремнями безопасности, делает кардиотренировки и многое другое. Его жизненно важные советы по выживанию не раз спасали людей. И хотя Коламбус кажется занудой, он готов изменять свои правила по мере накопления опыта в этом мире. Признаться, он не единственный выживший, кто придумал свои правила. Поскольку в конце сиквела Коламбус все еще жив, похоже, его правила работают. Номер четыре. Использовать преимущество притупленных чувств зомби. Поезд в Пусан. В фильме «Поезд в Пусан» зомби нападают только на тех, кого они слышат или видят. Выжившие используют слабые органы чувств Орды в своих целях. Они закрывают окна между вагонами поезда газетами, чтобы зомби не увидели их и не попытались прорваться. Несколько героев также дожидаются туннелей, чтобы тронуться в путь, пока поезд погружен во тьму. Скрывшись из виду, выжившие отвлекают зомбаков звуком. К сожалению, большинство пассажиров так и не выбрались из поезда. Но если бы люди не придумали столько умных способов отвлечь зомби, выживших не осталось бы вовсе. Номер 3. Притвориться, что вспышка – это игра. Маленькие чудовища. Музыкант-бездельник по имени Дэйв и блестящая учительница Кэролайн сопровождают детскую экскурсию, когда начинается небольшая вспышка зомби. После того, как артист не дает им укрыться в сувенирном магазине, Дэйв благоразумно проникает в здание сверху, чтобы впустить детей. Но самая умная идея фильма принадлежит мисс Кэролайн. Когда зомби впервые окружили класс, она говорит ученикам, что это всего лишь игра. Эта умная стратегия позволяет ей сохранять спокойствие. Одновременно она рассказывает детям, что именно нужно делать, чтобы выжить на каждом этапе вспышки. Стратегическая ложь мисс Кэролайн гарантирует, что каждый из ее учеников снова увидит своих родителей. Номер два. Превосходное использование дрона. Живой. Если бы главный герой О'Джун Ву вложил свои деньги в PlayStation 4, а не купил бы дрон, то он бы не выжил в этом фильме. После того, как он оказывается в ловушке в своей квартире во время зомби-апокалипсиса, маленький летательный аппарат становится его лучшим ресурсом. Джун Ву использует дрон, чтобы поднять свой телефон достаточно высоко для приема сигнала. Когда он оказывается на грани голодной смерти, то устанавливает прямую линию доставки еды из квартиры своей союзницы Ким, перелетев к ней со струной. Джун Ву даже использует дрон, чтобы отвлечь зомби и не дать ему съесть Ким, пока та без сознания. Несмотря на то, что дрон разбивается еще до развязки, в конце фильма Джун Уу все же спасается. Почему? Потому что ему хватило ума опубликовать в социальных сетях свой адрес и сигнал SOS. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Ввести смертельную болезнь, чтобы стать невидимым. Война Миров Зет. Безумная наблюдательность Джерри Лейна может сделать его самым умным человеком, когда-либо показанным в фильмах о зомби. Проследив, сколько времени требуется людям, чтобы превратиться, он отрезает лейтенанту укушенную руку, прежде чем та станет зомби. Но это не лучший пример наблюдательности Джерри. Он замечает, что зомби избегают людей с неизлечимыми заболеваниями. Сделав себе инъекцию смертельной болезни, он становится практически невидимым для полчищ ходячих или, в данном случае, бегущих мертвецов. Открытие Джерри распространяется по всему миру. Пока одни люди просто маскируются и избегают схваток, другие используют свою невидимость, чтобы нанести ответный удар по зомби. Гениальная идея Джерри, возможно, дала человечеству преимущество, необходимое для победы в войне миров Z. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.